В данном видео мы изучим то, что я постоянно делал в течение курса, но вы не знали, как я это делал. Я подумал о том, чтобы показать, как изменять размер изображения в программе Illustrator. Сначала нужно выделить изображение. Инструментом Selection возьму своего мишку. Выделив его, появляется рамка по внешнему краю всего изображения. Это рамка невидимый контейнер, держащий изображение. В этом контейнере возможно изменение размера прямо на экране. В четырех углах рамки есть маленькие квадратики. Они называются контрольными точками. Вы можете переместить к ним курсор, и появятся две маленькие стрелки. В углу здесь, здесь, и здесь, и еще здесь. Стрелки в середине горизонтальные, а по сторонам вертикальные. Это означает изменение размера по горизонтали, по диагонали или изменение по вертикали. При изменении размера необходимо сохранять пропорции изображения, если только вы не стремитесь к вычурным искажениям. В основном все стороны изменяются в равных пропорциях. Для этого необходимо использовать модификационный ключ. В данном случае это Shift. Например, нужно немного уменьшить медведя. Перехожу в правый верхний угол и жду появления стрелок. Когда они появляются, удерживаю клавишу Shift, пока не закончу изменения. Затем кликаю мышкой и тяну прямо вниз. Видите, я уменьшаю размер. Достигнув нужного размера, отпускаю мышку и клавишу Shift. Это тоже изображение, но оно уменьшенное. Чтобы снова увеличить, выделю, перехожу в угол, удерживаю Shift, кликаю и тащу. А что, если я не буду удерживать Shift? Тогда я могу серьезно повредить мое изображение. Он может слишком укоротиться и расплющиться или стать длинным и тонким. Но он не выглядит так же. Это не изменение размера. Так он либо сужен, либо расширен. В данном случае выделяю его и отменяю изменения и возвращаю его в обычную форму. Отмену можно выполнить клавишами Command-Z или Ctrl-Z, либо в меню Edit выбрать Undo. Подняв медведя, посмотрим, как еще можно поменять размер. Можно использовать инструмент Scale слева. Его можно открыть буквой S на клавиатуре или кликнув здесь. Выбрав инструмент Scale, можно кликнуть опорную точку и изменить изображение. Удерживая клавишу Shift, будут соблюдаться пропорции угла, за который вы тянете. Есть небольшое искажение, но все равно все меняется равномерно. Инструмент Scale довольно сложен лишь для изменения размера. Но он хорош для изменения размера мелких объектов. В любом случае, изменение размера – необходимость. Вам придется уменьшать и увеличивать объекты, особенно если работа предназначена для разных целей – печати, веба или планшетов, и мобильных еще. Вы должны уметь менять размер и использовать наипростейшие инструменты контроля, которые я вам показал тут. Продолжение следует...